Заменяем на интерес к политике, объясняющую переменную. Снова должны определиться с тем, какие методы адекватны. Ранговая, номинальная, поэтому остается актуальным только хит-квадрат. Ничего, следовательно, не меняем. Запускаем. Видим. Самая сильная связь между очень заинтересованной политикой и принимает участие. Что закономерно и говорит о том, что та молодежь, которая принимает здесь участие, видимо, она все-таки заинтересована. И, видимо, здесь есть определенная категория пенсионеров, которые тоже заинтересованы. Опять же, люди, которые сравнительно заинтересованы, они тоже принимают. И, наоборот, не склонны принимать участие люди, которые не заинтересованы. То есть, эти переменные, эти категории отталкиваются между собой. В целом, по таблице связь есть, о чем нам говорит сигнификанс по хит-квадрату. Вэлью, опять же, не интерпретируем. Привлечем дополнительно в анализ еще переменные для рассмотрения того, с влиянием каких причин складывается политическое участие россиян. Возьмем переменные, измеренные по псевдоранговым шкалам, а именно доверие разным институтам власти, парламенту, законодательной системе, полиции и политикам. Это все псевдоинтервальные шкалы, то есть, можно обращаться с ними как с интервальными, поскольку в каждой из них по 11 рангов. Возьмем первую пару из этих перемен и посмотрим, насколько они согласованы. Доверие парламенту и доверие законодательной системе, например. Здесь непонятно, что является объясняющей, что является объясняемой, поэтому не принципиально, что разместить в рядам, что разместить по столбцам. Это у нас переменные, сергоинтервальные, ну, то есть, как бы интервальные, поэтому к ним применимы все присутствующие здесь методы, в частности, хит-падрат, коррелэйшнс, в принципе, и кэндл тоже применим, для справки вызовем его. Очень большая таблица приженности, остатки хит-квадрат. Начнем с интерпретации самих коэффициентов. Здесь применим, наконец, коэффициент корреляции пирсона. Не путать с хит-квадратом, потому что хит-квадрат тоже применим.